Привет, это Екатерина Воропа и канал Объектив. Тут мы каждый день читаем иностранную аналитику и рассказываем вам, о чем пишут зарубежные медиа. И сегодня в выпуске. Запад и Кремль играют в одну игру, но по разным правилам. В чем союзники Украины недооценивают Путина и существуют для него красные линии. 11 месяцев с начала войны. Россия продолжает безуспешные попытки взять Бахмут и прорвать линию фронта под Запорожье. Смотрим на карты боевых действий. Весна станет решающим этапом войны. И для успеха Украине нужны отнюдь не танки. Военная аналитика от иконопств. Еще обсудим дипломатический скандал в Эстонии и России. Понаблюдаем за пропагандой в таблоидах со звездами сплетнями. Она даже там. Да. Узнаем, почему Путин разочаровался в Пригожине и как Россия уничтожила и половину вермахта, и всю группировку НАТО. Ставьте лайк, а я начинаю. Аналитики уверены, что весной 23-го года в войне Украины и России наступит новый этап. Да, Украина провела ряд удачных наступлений и сдержала российскую армию. Тем не менее, Россия до сих пор контролирует 17% украинской территории, включая Крым. По мнению зданий иконамист, война приближается к новой фазе, которая может стать решающей. Если в начале войны главную роль на фронте играли дживелины и стингеры, а осенью хаймерсы, то сейчас наступает пора западной бронетехники, боевых машин пехоты, а возможно и танков. Однако, по мнению иконамист, Киев может столкнуться с некоторыми проблемами этой весной. Первая проблема – это численные преимущества. Когда война превратилась в битву на истощение, ей стало сложнее восполнять потери на фронте. Россия же мобилизовала новые силы и может объявить еще одну волну мобилизации. Запасы западных ракет тоже не бесконечны, и не факт, что Украина сможет долго продолжать артиллерийские дуэли. И лидеры стран Запада это понимают. Именно по этой причине США и Европа объявили о новых пакетах помощи. Броневые машины, бронетранспортеры – все это должно помочь Украине применить новую стратегию, которая принесет крупную победу и изменит правила игры. И отсюда вытекает вторая проблема. Пакеты помощи, конечно, объемные. Такого оружия Украина еще не получала. Но эти поставки не включают в себя кое-что очень важное. И я сейчас не о танках. Я о дальнобойных ракетах и авиации. По мнению аналитиков, без американских или немецких танков Украина с трудом, но справиться сможет. У Киева еще остались советские танки, а при контрнаступлении украинские силы захватили достаточно российских. В сочетании с западными боевыми машинами и бронетехникой, они, прогнозом экспертов, помогут Украине нанести значительный удар по российской армии. А вот без ракет большой дальности и без авиации Киева будет намного тяжелее. Как подчеркивает заместитель министра обороны США Колин Хальп, без тех же ракет Атакамс украинская армия не сможет разрушать склады с боеприпасами в тылу врага. В прошлом такая тактика помогла Украине, например, отвоевать Херсон. Но с тех пор российская армия перенесла склады еще дальше от линии фронта. И теперь обычными снарядами до них не достать. Здесь в СУ могли бы помочь ракеты большой дальности и специальные беспилотники типа Грей Игл с радиусом действия от сотни, если не тысячи километров. Но вот Запад опасается, что Киев использует это оружие для нанесения ударов по территории России. Без западной авиации тоже будет тяжеловато, ведь наступающую колонну бронетехники нужно прикрывать с воздуха. А контроль неба даст Киеву преимущество, которого сейчас нет ни у российской, ни украинской армии. Причем, будь у украинской армии такая техника, Киев, по мнению аналитиков, мог бы рассчитывать на освобождение Крыма. Например, с помощью колонн бронетехники с прикрытием авиации в СУ могли бы прорваться к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор между Россией и Крымом. А вот длиннобойные ракеты помогли бы разрушить Крымский мост и подорвать склады с боеприпасами в самом Крыму. Но пока у Киева нет ни Атакамсов, ни западной авиации. И наступление на полуостров может провалиться. А любое провальное наступление Украины – это хорошая новость для Путина. Российская армия сможет воспользоваться моментом пойти в контратаку и снова захватить уже освобожденные территории. При этом, по мнению некоторых аналитиков, освобождение Крыма весьма выгодно для Запада. Простая угроза реальной потери Крымского полуострова заставит Путина сесть за стол приговора. Но пока Запад не готов к сопутствующим рискам. Так или иначе, обе стороны – и Россия, и Украина – готовятся к весне. И, как подчеркивают аналитики, весенняя кампания может стать решающей. Сегодня ровно 11 месяцев с начала войны. В сводке я расскажу, чем закончилось российское наступление у Запорожья. Рассмотрим ситуацию у Бахмута, там намечаются важные сражения. Ну и отдельно порция пропагандистского кринжа от российских военкоров. Оказывается, Россия в Украине уничтожила половину вермахта и всю группировку НАТО. Начнем мы с северного направления. Украинское командование показало, как строить новые укрепления у границы с Беларусью. Это отдельные блоки, где размещаются малые пехотные группы. Причем блоки закапывают глубоко в землю. Сейчас самые разные аналитики утверждают, что реальной опасности вторжения со стороны Беларуси нет, что признает украинская разведка. Тем не менее, границу с Беларусью продолжают укреплять защитными инженерными сооружениями и войсками. На Луганском управлении без особых изменений. Здесь продолжается позиционная война по всей линии фронта. Правда, в последние дни инициатива перешла к российской армии. Она пытается вернуть свои утраченные позиции. Заметные бои идут за высоты под Сватово, в районе сел Новоселовска и Куземовка, а также в лесах Укрименной. На фронте под Бахмутом тоже продолжаются бои. Сейчас самая острая ситуация к югу от города, где украинские силы сдерживают атаки на позициях между селами Клещеевка и Ивановской. В ближайшее время именно эти сражения и станут Бахмута основными. И если российские силы прорвутся или полностью завладеют Ивановским, это позволит им взять Бахмут в плотное полукольцо и перекрыть главную дорогу, по которой защитники города получают продовольствие, выприпасы, вооружения, медикаменты, вывозят раненых и подвозят подкрепления. Сейчас это самый критический участок фронта. К северу от Бахмута после взятия Солидара российские силы смогли взять Краснополевку. Таким образом, российские войска продолжают проводить операции в этом районе, чтобы создать широкий фронт и продолжать атаки. Их цель – сжать полукольцо у Бахмута еще и севера. А между тем, российские военные корреспонденты продолжают демонстрировать военные успехи, даже если их нет. Вчера асинт-исследователям попалось видео одного из военкоров, который снял очень зрелищную картину якобы из Велогоровки, на которую российские силы наступают уже несколько месяцев. Военный корреспондент там буквально бегает под пулями прямо на поле боя. Но вот по стволам шахты на видео асинт-исследователи установили, что экшен, оказывается, снимали у Ясичанска. То есть в 8 километрах от фронта в тылу российских подразделений. Продолжается позиционная война и на фронте под Донецком. В последние дни российское командование перенесло главный удар в район Водянова. Российские подразделения пытаются оттеснить линию обороны ВСУ подальше, чтобы потом приступить к операции по охвату в полукольцо Авдеевки. Напомню, что этот пригород Донецка – крупнейший оборонный узел украинской армии на этом участке фронта. Командир батальона «Восток» Александр Ходоковский, который здесь наступает, прямо говорит, что российское командование никак не может придумать, как бы разбить украинскую артиллерию. 90% наших потерь происходит от артиллерии. Она наш основной враг. Мы так и не разработали средство поражения, которое могло бы долетать до артиллерии противника и поражать ее. А если добавить сюда и низкую эффективность артразведки, картина в целом не выглядит позитивно. Признается военачальник. А вот у военкора ВГТРК Александра Ходокова все наоборот. Он в восхищении от цифр и сводки Коношенко. По его словам, 372 сбитых самолета и 200 вертолетов – это 2 воздушные армии. 7537 уничтоженных танков и броневиков – это 2 танковые армии и 5 общевойсковых армий. Демилитаризованные 3841 орудия – это 4 артиллерийские армии. Итого, по его словам, Россия за 11 месяцев войны разгромила 23 армии противника. А это, на секундочку, вся современная группировка НАТО в Европе. По словам Сладкова, результат даже превосходит Вторую мировую, да и вообще все другие войны в мире. Российское наступление под Запорожьем, о котором все говорили последние три дня, не прорвало линию фронта украинских сил. Но российским войскам удалось занять половину села Каменское на берегу Каховского водохранилища. Украинские военные сообщили, что их противник ведет бои небольшими подразделениями по 10 человек и пытается выявить слабые места в обороне. Артиллеристы ВСУ на этом участке фронта сейчас ищут свои цели – крупные полевые склады боеприпасов. Генерал Валерий Герасимов, командующий российскими войсками в Украине, кажется, воюет не в ту сторону. Его в российской провоенной среде считают оторванным от реальности, равно как и министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщает британская разведка. По ее данным, первоочередными инициативами Герасимова стали попытки навести дисциплину, запретить бороды, нестандартные стрижки, униформу, а также мобильный телефон. Такая попытка докопаться до блох вызвала некоторые недоумения и у прокремлевских военкоров, и у самих военных. Все они считают, что Герасимов и Шойгу уделяют первостепенное внимание не ситуации на фронте, а внешним формальностям. Звезда Пригожина, похоже, закатывается. Основатель ЧВК Вагнера растерял авторитет в глазах Путина из-за неудачных попыток взять украинский бахмут. Так считают в Институте изучения войны. По данным экспертов Института, осенью Путин дал Пригожину и Суровикину шанс доказать, что они могут улучшить позиции России на фронте каждый своими средствами. Первый с помощью зэков, а второй с помощью бомбардировок. Однако и тот, и другой провалились. Бахмут так нельзя, а бомбардировки не сломили силу воли украинцев. Теперь Путин вернулся к ставке на регулярную армию и ждет результатов от Герасимова и Шойгу. Данные о потерях российских и украинских войск разнятся. Что по данным Министерства обороны обеих стран, что по данным иностранных источников. И новую, самую большую цифру потерь озвучил главнокомандующий норвежскими вооруженными силами Эрик Кристоферсон. По его данным, убитыми и ранеными Россия потеряла уже 180 тысяч солдат. Потери Украины порядка 100 тысяч раненых и убитых. Кроме того, по словам норвежского генерала, погибло 30 тысяч мирных украинцев. Источник своих данных Кристоферсон не называет. А я напомню, что подсчеты потери во время войны это дело очень сложное. И есть несколько схем подсчета, о чем мы уже рассказывали вот в том ролике. В российской армии снова перестановки. Сергей Шойгу сменил начальников двух военных округов. Главой Западного округа, который отвечает за Луганское направление. Вместо генерала-полковника Сергея Кузовлева стал генерал-лейтенант Евгений Никифоров. А вот самого Кузовлева переместили на должность начальника Южного военного округа. Его войска отвечают за Запорожское направление. А продолжим новостями о мобилизации. Вчера пресс-секретарь Путин Песков заявил, что указ о частичной мобилизации, подписанный 21 сентября, внезапно действует до сих пор. Но кто бы сомневался. По словам Пескова, мобилизация это не только призыв граждан на военную службу, но и ряд других мероприятий. Цитаты, необходимых для выполнения задач вооруженных сил. Без уточнения, что это за задача. Поэтому напомню, не подходите к военкоматам, не берите повестки или игнорируйте их. Евросоюз одобрил новый транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро. Как сообщает Reuters, решение было принято 23 января на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Британия официально передала Украине три поисково-спасательных вертолета Sea King, но при этом заявила, что готовят для них 10 экипажей. Выходит, что остальные семь машин или передали негласно или только готовятся к передаче. А министр обороны Польши Марио Жблащик заявил, что Варшава передаст Киеву очередную партию танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-1. Польский ресурс Defense24 пишет, что речь может идти о полноценном бригадном комплекте бронетехники — 40 танков и 100 БМП. Председатель украинской военной разведки Вадим Скибицкий в интервью эстонскому изданию тоже заявил, что весна и лето могут стать определяющим периодом войны. Когда весна и лето будут позади, возможно, мы сможем говорить об окончании войны, — сказал он. На уточняющий вопрос, закончится ли война в 23-м году, он сказал, что не стоит загадывать так далеко. Западные лидеры сменили стратегию. Вопрос о поставках тяжелых танков, который, кажется, пару месяцев назад был немыслимым, стал основным. Поставки нового оружия — это способ помочь Украине добиться решающего успеха на поле боя, который вынудит Россию вступить в мирный переговор. Как подчеркивает политолог из Университета Торонто Ольга Чиш, это напоминает игру в покер, где Запад постепенно повышает ставки. Сперва патриоты, потом хаймарсы, теперь вот бронетехника. Каждая новая поставка — словно сильная карта, которую разыгрывают западные лидеры. Их идея — дождаться, когда Россия не сможет ставки принять и сбросит карты. То есть будет искать способ сократить потери. Но есть одна проблема. Путин, по мнению Ольги Чиш, не купится на такое повышение ставок. Он как бы сидит за другим покерным столом, где правила игры иные, чем на Западе. И первое правило — это время. Для Путина западные лидеры — всего лишь временные соперники. Макрон, Шольц, Байден — все они будут у власти, пока не кончатся в сроках полномочий. В той же Америке может появиться какой-нибудь другой президент, который не захочет поддерживать Украину. А вот Путин, по мнению Ольги Чиш, бояться нечего. Он может затянуть войну и подождать, пока на Западе сменится власть. Второе правило, действующее за путинским столом — это свобода действий. Путин, в отличие от демократических лидеров, никак не зависит от своих избирателей. Для него важна только поддержка кремлевской элиты. А она, по мнению автора, не решится выступить против Путина, потому что очень сильно зависит от него. Но западные лидеры, по мнению Ольги Чиш, не совсем понимают, как действительно обстоят дела в России. В Европе и Америке кажется, что есть некий порог военных потерь, к которой Путин не сможет приступить. Что есть некая красная линия, после которой Кремль скажет «Все, хватит с нас войны, мы отступаем». Но у кремлевской элиты, по словам автора, этих линий нет. Путин готов продолжать войну, не считаясь ни с какими потерями. Готов затягивать ее столько, сколько нужно. Путин может выжидать, пока Запад не ослабнет или не устанет. И никакие поставки танков или ракет не заставят его отступить. По мнению Ольги Чиш, такая позиция Кремля значит, что война в Украине будет продолжаться, даже если Киеву удастся вывести российскую армию со своей территорией. Даже после подписания мирного договора Путин не оставит свои притязания на украинские земли. Угрозами, диверсиями и шантажом он будет пытаться снова и снова ослабить власть Киева. И может быть, через пару лет начнет новую войну. Ведь у него в запасе больше времени, чем у западных лидеров. И Украине нужно быть готовой к такому развитию событий. Укреплять оборону, заключать военные союзы, готовиться дать России отпор. Странам Запада не следует думать, что война закончится после подписания мирного договора. По мнению автора, пока Путину власти единственный способ обеспечить мир, это накопить побольше оружия и готовиться к бою. Российский МИД решил понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. В переводе с бюрократического на русский, посла Эстонии в России больше не будет. Он обязан покинуть Россию до 7 февраля. Триггером, судя по всему, стало решение Эстонии отдать Украине все свои гаубицы калибром 155 мм. Эстония ответит зеркально. В Россию вернется посол Владимир Липаев. Обязанности послов теперь будут исполнять временные поверенные в делах. В знак солидарности с Эстонией о понижении уровня дипломатических отношений с Россией заявили в Латвии. Эрдоган отреагировал на акцию ультраправого политика, который сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме и произнес антиисламскую речь. Про акцию и реакцию власти Швеции мы вчера рассказывали. Если вдруг вы это пропустили, то подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Президент Турции заявил, что акция оскорбительна для всех, кто уважает права и свободу людей, и в том числе для мусульман. Теперь Швеция не получит поддержки Стамбула по вступлению в НАТО, пока не научится уважать мусульман и Турцию. А для вступления в альянс необходимо одобрение всех его членов, в том числе и Турции. Казахстанский Макдональдс, который закрылся в начале января, вновь открылся под вывеской «Мы открыты». Правда, в управляющей ресторанами компании сказали, что это неокончательное название и скоро его заменят. Напомним, что Макдональдс остановил работу в Казахстане из-за антироссийских санкций. Заведение не смогло перестроиться после того, как руководство международного Макдональдса запретило им покупать мясо в России. Россияне продолжают нести цветы в память жертв погибших из-за удара по жилому дому в Днепре. Очередной мемориал появился в Хабаровске на улице Шевченко, у памятника основателю города Якова Дьяченко, который родился в Полтавской губернии, то есть на территории нынешней Украины. Цветы несут также в Воронеже, Челябинске, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Омске, Твери, Костроме, Красноярске, Краснодаре и других городах. У российского посольства в Берлине установили копию камеры ШИЗО, в которой сидит Алексей Навальный. Сегодня инсталляцию официально откроют Леонид Волков и брат Алексея Олег Навальный в рамках компании Фри Навальный. Генпрокуратура признала фонд Андрея Сахарова нежелательной организацией. Он, оказывается, представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Вот прям так и сказано в пресс-релизе на сайте ведомства. Военная пропаганда все глубже проникает в повседневную жизнь россиян и добралась даже до желтой прессы. Если раньше читатели могли узнать из экспресс-газеты, жизни летаин звезд, только сплетни и подробности жизни медиаперсон, то вот теперь к ним прибавились и пропагандистские новости с заголовками в стиле таблоидов. В основном в них получат знаменитости, которые уехали из России или высказались против войны. Например, Аллу Пугачеву, Ивана Урганта, Максима Галкина, Дмитрия Назарова и Валерия Меладзе. В таблоидах стали писать даже о политике. Например, о так называемых референдумах на оккупированных территориях, ну или о мобилизации. По мнению экспертов, эти издания пытаются разжечь в своей довольно массовой аудитории агрессию к кумирам, которые войны не поддержали. Вы или ваши близкие читаете такие журналы? Заметили ли какую-то политизацию? Обязательно пишите в комментариях. А у меня на сегодня все. До завтра.